Я без лишних прелюдий Представляю вам одного из самых, если не сказать, самого известного тележурналиста у нас Человека, прошедшего гигантскую телевизионную школу, возглавляющего самую большую телекомпанию Сегодня не только республики, но и в стране, учитывая ее спутниковый характер, если так можно сказать То есть компания, вещающая неограниченно на всей территории нашей планеты Земля Татарстан Новый Век, генеральный директор акционерного общества, правильно называется Татарстан Новый Век Ильшат Юносич Аминов Здравствуйте, уважаемые друзья Никто больше, чем он, не знает секретов не только профмастерства, но и вообще секретов телевидения Государственного, частного, частного государственного То есть вот все формы, какие только возможны, да, телевизионные, организационные, творческие, я не знаю, какие там еще бывают, да, в любую плоскость Поэтому пользуйтесь, пожалуйста, случаем задать любые вопросы Ильшат Юносич, конечно, у нас есть один удачный момент, он преподает в высшей школе журналистики И каждый из вас Вижу знакомые лица Да, кто-то уже Кто-то, значит, да, кто-то впереди Привет, коллеги Еще будет, да, знакомиться в том числе и с задачами, и с заданиями, которые даются на его, я скажу так, мастер-классах, да Но все-таки поговорить в менее формальной чуть обстановке, да, это другое совсем состояние, другое благо И все, я передаю вам слово и замолкаю Аплодисменты Да-да-да Это мой микрофон А, понятно Понятно Хорошо А кто у нас с первого курса? Ага, вот здесь, ага, понятно Там это сидят знакомые лица, я понял Для них тоже будем работать Итак, давайте У нас тема сегодня, по-моему, всемирный день телевидения Я так правильно понимаю, тема нашего? Вчера была Ну, вчера была, мы сегодня по этой теме собрались? Да А, отлично Всемирный день телевидения Так, уважаемые первокурсники Вы думали, что я тут монологом буду заниматься? Нет Сейчас поговорим, поработаем У вас одна камера только, да? А как вы их будете снимать? Ну, это ваш вопрос Итак, какой самый главный миф про телевидение сегодня есть? Замечательно Ну, правильно, правильно? Погромче Оно умирает Так, давайте вот Будьте старшим за микрофон Да-да-да, давайте И будьте передавать каждому А, там есть микрофон Вы там отвечаете за тот сектор А здесь вы Итак, какой самый главный миф о телевидении? Оно умирает Оно умирает Замечательно Про это и будем говорить сегодня Итак, телевидение Конец Что вместо телевидения будет? Интернет Интернет Замечательно И все в этом Кто согласен, что телевидение умирает? Один Кто еще? Вы согласны? Не совсем Согласен? Обоснуйте Дайте микрофон Обоснуйте Слышим обоснование Я считаю, что телевидение не полностью Но он на стадии, скажем так, умирания Потому что Потому что? Потому что не удовлетворяет потребности всех зрителей Скажем так Я сейчас говорю о таких крупных каналах Не удовлетворяет все потребности зрителей Понятно Хорошо Я все понял Дальше Я могу согласиться с высказыванием Что телевидение умирает Хотя бы на примере из моей семьи Из моей семьи почти никто не смотрит телевизор И даже бабушка с дедушкой перешли на интернет Угу Так Молодой человек кивал головой Я хочу послушать его аргументацию Вот молодой человек кивал головой Он соглашался Что телевидение умирает Да, да, да Ну, мне кажется, она умирает Как именно форма просмотра Форма Так, 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 нет Все правильно, подождите Все правильно Мне уже очень правильно говорили Умирает именно форма смотрения, что ли Именно вот сам вот ящик Он неудобен Потому что каждый человек хочет смотреть то, что ему нравится В удобное для него время Да Замечательно Как площадка просмотра Как телевизионный ящик Вещащий на стене Ну, и мне кажется, что с этим же умирают Все плохие передачи, которые на телевидении Мне кажется, их набора становится больше Ну Вот об этом-то мы с вами и поговорим Итак, еще кто-то согласен, что телевидение умирает? Обоснуйте свою позицию Кто еще согласен? Кто согласен с тем, что телевидение не умирает? Подождите, ну так же не может быть? Вы и туда не согласны, и тут не согласны Итак, телевидение не умирает, кто с этим согласен? Поехали, где микрофон? Быстренько, быстренько, быстренько Микрофон, давай Почему оно не умирает? Ну, на самом деле оно не умирает Только потому, что оно переходит в другое какое-то состояние Так как открываются какие-то новые возможности телевизионные Ну, во-первых, человек может сам выбрать тот контент, который он хочет смотреть Во-первых Видео по запросу Да, да, конечно Во-вторых, создание новых каналов Открытие новых каналов То есть человек может выбрать из того, что Ну, из ста каналов Нежели раньше мы могли выбрать из десяти Хорошо, отлично Почему телевидение не умирает? Сиди, сиди, сиди Я сижу, я просто хочу сидеть А, хорошо, понял, извините Я вас неправильно понял Ну, знаете, у меня есть тоже двоякое мнение Вот я не подняла руку ни в этот раз, ни в тот раз Потому что я... Я зачем удивился? Потому что все скажут Это телевизионщики собрались, да? Да Ага, пришли на телевидение И все согласны, что и умирает И все, и никто руку не поднимет даже Защиту родной профессии Что обидно-то? Ну, моя бабушка смотрит по вечерам Я всегда на кухне просто прихожу Она всегда смотрит, знаете И новостные программы особенно Какие каналы смотрят? Вот я очень рада, что это не Дом 2 Понятно То, что это новости Родные новости Уже хорошо Итак Ну, еще одно мнение послушаем Еще одно мнение послушаем Почему телевидение не умирает? Она обретает новую форму То есть... Замечательно, спасибо Он сказал Реально Это абсолютная реальность Да Традиционное телевидение Повторяю Традиционное телевидение Так называемое Линейное телевидение Вы знаете, что такое Линейное телевидение? Нет? Линейное телевидение Где есть Сетка Программа Время вещания И так далее И так далее Да, умирают Но Во-первых Согласно данным Гэллоп-медиа В России С 2012 года Время телесмотрения Увеличилось В целом по России На 10 минут Первое Второе В возрастной группе Как вы сказали Бабушка смотрит, да? 40-50 плюс 50 плюс 50 лет и выше Оно увеличилось На 20 минут В среднем В возрастной группе 25 плюс Оно уменьшилось На 40 минут Это вам данные Но видеопроизводство В мире растет В 2019 году Объем видео В интернете Будет составлять 80% Всего Объема информации Которая во всем Интернете Присутствует 80% Объема информации Будет В видеофайлах Так Что тут умирает? Кто тут умирает? Да Традиционное телевидение В нашем понимании Даже не сокращает Пока объем телесмотрения В молодежной среде Да Оно имеет тенденцию К снижению Но пока По всем странам мира Идет только рост Вы говорите Все смотрят В интернете Что есть интернет? Что есть интернет? Некая информационная среда Да? По огромной среде Которая позволяет Обмениваться информацией Да Безусловно Но есть такие каналы Как YouTube Например Что это такое? Ну давайте Все вы любите YouTube Все вы там сидите Я тоже там сижу Ничего страшного нет Итак, что такое YouTube Ну який видео хостинг Да? Начинался знаете как? Как служба знакомства Размещала там свою открыточку Хочу познакомиться Во что превратился сейчас? YouTube По сути Это огромный телеканал Где на аутсорсинге Работают миллионы пользователей Которые размещают там свое Профессиональное Непрофессиональное Любое другое видео Любой из вас может Зарегистрироваться на YouTube И открыть там свой канал Согласились? Да, конечно Да, сегодня каждый человек Я уже об этом на лекции говорил Сам все телекомпании Ставите камеру Включаете веб-канал И начинаете перед ней что-то делать Обычно танцуют Еще бог знает чем занимаются Не будем об этом говорить Да, и привлекают каких-то подписчиков На свой канал Но Когда контента много Что возникает? Когда его очень много Конкуренция возникает Браво, девушка Конкуренция контентов Вот что возникает С огромной скоростью Уже если вы заметили Контент становится все более изощреннее Приведу конкретный пример 25 миллионов человек Посмотрели батл Гнойного с оксимароном Я тоже посмотрел Вы смотрели? Кто не смотрел? Ух, посмотрите Потрясающее действие Во-первых, хорошо снят Посмотрите Его снимали уже профессионалы Во-вторых, огромная подготовка Тех людей, которые участвовали в батле В результате во что это превратилось? В телевизионный продукт Да, жанр, шоу В стиле батла Да, да, это интересно Но ребята готовились капитально Меня удивил сам гнойный Потрясающе начитанный парень Там столько вот этих Когда там эти Тачдауны, по-моему, называются Там столько интересных отсылок К мировой литературе К интересным данным Вы заметили это? Чего вы смеетесь? Я смешно рассказываю? Интересно Ну, потом поясните мне Да, да, да О, господи Меня, меня, блин Я хочу, понимаешь Визуальный контакт приобрести А ты мне не даешь Ну, хорошо Итак То есть это уже Не бытовой Не обыкновенный телеконтент Это уже профессиональная работа Даже этот батл Который собрал 25 миллионов телезрителей Ой, извините Зрители Не буду говорить телезрители Итак Мы говорим Что сегодня началась Конкуренция контентов Как только любой Пользователь Того же Ютуба Или другого канала Который сегодня есть Выходит на этап Выше тысячи просмотров Или тысячи подписчиков Он начинает думать о чем? Как это сделать Профессионально Потому что бытовуха Который огромное количество Который является сегодня Мусором в интернете Вам самим Это неприятно смотреть Она потихоньку Как вы говорите Как вы сказали Кто-то из вас правильно сказал Этот видеоконтент Потихоньку умирает Потому что зритель Начинает голосовать За этот контент Он голосует за него В том числе и рублем Тот же канал Ютуб Сегодня задумался О создании Собственной телекомпании В 1917 году О нее запустили Уже говорят Я пока еще не видел Эта компания Будет объединять В том числе И других производителей Традиционного контента Агрегаторов Так называемые Сейчас агрегаторами Называют Сейчас не производителями Агрегаторами контента То есть Почему Ютуб Запускает свой телеканал Да когда-то Эта сеть организовалась Как сайт знакомств Потом она приобрела Статус видеохостинга Куда все сливали Все что могли Статус хранения видео Интересных роликов И так далее Сегодня Ютуб Занимается созданием Собственного телеканала А также Различных платных сервисов Почему? Как вы думаете? Почему он этим занимается? Что лежит в основе Этого желания Ютуба Приобрести статус Телеканала Деньги Тысячу баллов Деньги У них Их купил Google И они начали думать О монетизации А как зарабатывать На этом теперь? Ну ладно Мы сидели 10 лет В убытках Думают они Сейчас Google купил Там коммерсанты Они все четко монетизируют Надо как-то Монетизировать Этот видеохостинг Как? Они создают телеканал Туда объединяют Все каналы Может быть смотреть До тысячи программ Там Тысячи каналов Может быть смотреть Через Ютуб Что уже сейчас происходит Практически У них так и было Но все это было Разрознено Не структурировано Была корзина Видеофайлов Теперь все Теперь все будет структурироваться Туда заходят Видео по запросу Платное телевидение И прочие-прочие Платные услуги Которые можно сегодня Только представить Кино Хорошего качества Full HD Тоже за деньги То есть Монетизация идет То есть Они пытаются на этом Заработать Пытаются сделать его Прибыльным Этот канал Вы считаете Что это возможно Сделав без Профессионального Подхода к видеоконтенту Нет конечно Только профессиональный подход Кто его может делать Господа Телевизионщики Которые хоронят Телевидение Так вы можете Только его делать Не может человек Абы как Взять просто камеры И начинать снимать Профессионально Не может он Сделать вкусное видео Как бы ты не хотел Не может он Сделать красивый ролик Снять хороший клип Попробуйте Известный клип Татарка Который собрал Сколько там Тоже помните Наверное 10 миллионов просмотров Как хорошо сделано Ага Они месяц работали Над этим клипом Они искали локации Месяц Где ее поместить Во что одеть Вроде бы кажется Что все Хом видео снято Ничего подобного Огромная Титаническая работа Люди нашли время То же самое Происходит С любым частным человеком Который решил Задумать свой телеканал Вот вы начали снимать себя На кухне Везде Ставить веб-камеру Но потом вы понимаете Что этим нельзя заниматься Всю жизнь Надо же что-то Деньги зарабатывать Вы начинаете думать О профессиональном Подходите Вы начинаете искать Другие темы Вы начинаете нанимать Сотрудников Который помогает вам Снимать Красить Монтировать Или сами учиться Симой том Потому что это требует Огромного времени И огромных творческих идей Согласны? Да Можно вот так вот Выйти там Что-то Кукарекать сначала Вроде бы всем интересно Но потом Все равно возникает Тысяча профессиональных вопросов Потому что Чтобы быть интересным Надо быть А Красивым Надо быть интересной Идеей Креатив И так далее И так далее Все аспекты Творческой профессии Тут же выходят На передний план Даже если вы сделаете Одну маленькую Свою бытовую телекомпанию Посему мы говорим Да Умирает Традиционное телевидение В 2018 году Нас всех отключат От аналога Привет Аналог кончился Да Мы все уходим Куда? Аналога не будет Цифровой пакет Нас не пустили Там будет 20 Обязательных каналов Только Нас туда не пустили Региональное телевидение Мы будем работать На спутнике Мы будем работать В кабеле Мы будем работать На всех современных Интернет платформах Какие только есть А технологический Идет процесс Таким образом Что уже IT телевидение Отмирает Что такое IT телевидение? IT телевидение Кто? Старшие курсы Поделятся знаниями По IT телевидению Не знаем? Жаль Жаль IT телевидение Там в аббревиатуре Заложено IT Интернет протокол Да Это телевидение Которое развивает Сегодня Крупнейшие операторы Тот же МТС И так далее И так далее Которое В рамках Замкнутой системы Поставляет Огромное количество Телевизионных программ По интернет протоколу Мы не будем вдаваться К течении детали Но подписывайтесь Получайте соответствующее устройство И пожалуйста Вам 150 каналов IT телевидение Умирает Развивается Так называемое ОТТ Телевидение Которые не нужны Обязательный провайдер Который Используя Все возможности Открытого интернета Может поставлять Вам любое Количество программ Смарт ТВ Это что такое? Смарт ТВ Что это? У Самсунга есть У Панасоника есть Это правда У Самсунга есть У Панасоника есть У всех крупных Производителей Телевизоров Уже есть Нерсекейл По-татарски говоря Соединение Будем говорить точнее Соединение Компьютера Интернета И телевидения Все Смычка произошла Этот ящик Который висит у вас На стене Он уже поменялся Нет его уже Ну да У нас У тех У 55 плюс Он остался На кухне висит еще Но у продвинутой части Аудитории Уже все Давно стоят Смарт ТВ Что такое Смарт ТВ Ты можешь получать Аналоговый сигнал Пока Цифровой сигнал И любой сигнал С интернета По любым протоколам Вот и все Мы приехали Какая смерть Телевидения Выдающийся Развитие Телевидения Идет Выдающийся Кошмарный Я скажу вам Потрясающее Развитие Телевидения Необыкновенные Возможности Для доступа По всему миру Границы Стираются Если эфирное Вещание Имеет Границы Определенного Территория Вещания Покрытие Сигнала То сегодня Этой проблемы Вообще Нет Интернет Телевидения Позволяет Глобально Взглянуть на Телевидение Каждая телекомпания Становится Глобальным И если вас смотрят В Австралии Вы можете Только радоваться Если вас смотрят Где-то в Новой Зеландии Никаких проблем Насколько Увеличивается Роль телевидения Сегодня Просто не представляете Даже какой происходит Гигантский Технологический Скачок За счет того Что теперь Телевизионные каналы Могут передаваться По открытым сетям Без участия Операторов Поверьте мне Поэтому называется Как-то там Забыл как Английский Транскрипт Овер Овер В общем Сверх Она так и переводится Прямой перевод С английского Сверх сетей Распространяется Не нужно конкретного Оператора Который занимается тем Что раздает вам Устройства И вы через них смотрите Вы можете получать Огромное количество Каналов И уже Это все Формируются Эти огромные Телеканалы Которые Огромное количество Программ вам Представляет И масса Попутных Задач Решается То есть Телевизор Точнее говоря Нет Не телевизор Монитор Который висит На стене Выполняет функции Компьютера Телевизора Средства коммуникации И так далее И так далее Средства обучения И так далее То есть Количество функций Возрастает Десятикратно На самом деле Смарт ТВ Это все равно Что смартфон Только размер побольше То же самое Все те же функции Даже больше Эти функции Хочешь компьютер Пожалуйста Хочешь телефон Средства коммуникации Пожалуйста Хочешь телевизор Пожалуйста Хочешь средства Поддержания температуры В доме Пожалуйста Хочешь полезные советы Пожалуйста Хочешь управление Домашним прибором Пожалуйста Все Соединяется в один гаджет. Здорово же? И тут мы выходим на авансцену с вами. Мы. Что мы делаем? Уважаемые мои студенты-первокурсники, они-то знают. Что мы делаем? Наша задача производить качественный, конкурентный, профессиональный контент. Вот с этим большие проблемы. Почему нужны еще организации, которые формируют этот контент? Как вы думаете, почему нужны такие организации, как телекомпания, даже телестудия, производящие компании? Почему они нужны? Почему для производства нужны такие компании? Давайте поразмышляем над этим. Почему? Нет, как? Нет. Для этого надо попытаться представить, что когда мы говорим о качественном контенте, значит, это тот контент, который находит большую часть своей аудитории. Она востребована. Так? Вот вы спрашиваете, зачем нужны вообще телекомпании профессиональные, раз есть YouTube, например, куда каждый пользователь может выложить. Мне кажется, что я как человек, я не хочу смотреть какую-то ерунду, которую там снимает человек на кухне, например, или что-то. Что-то такое непрофессиональное. И знаете, и уже выходящее из рамок твоего понимания. Все-таки телевидение, оно какие-то рамки ограничивается. То есть не цензура и все вот это. И вот мне кажется, каждый человек это хочет. И тем более, например, зрелое поколение, оно все равно тоже не понимает, например, молодежь. Из-за этого нужно телевидение, которое вот в эти рамки входит. Согласен. Браво. Еще есть какие-то мнения? Есть какие-то еще мнения? Итак, когда мы говорим о качественном контенте, когда мы говорим, что мы не будем, она совершенно правильно сказала. Но мы устали уже от этой… Ну, я лично устал, не знаю, как вы. Я уже очень сильно позиционирую себя. И в интернете я уже знаю, что где смотреть, потому что смотреть всю эту… Весь этот мусор, понимаешь, забивать себе голову. У нас времени нет столько. Нам нужно учиться, развиваться, работать. Нам нужно постигать много еще вещей в жизни. И чтобы смотреть этот мусор, у нас просто нет времени. Это убивать время. Но для того, чтобы подготовить качественный контент, нужно, естественно, люди, которые этим владеют профессионально. Вы неизбежно начинаете сталкиваться с разделением труда. Один снимает, другой монтирует, третий креативные идеи придумывает, четвертый ведет, пятый распространяет все это в сети. То есть один человек это не в состоянии делать. Никогда. Не хватит его просто на всю эту работу. Неизбежность разделения труда в нашей области тоже в том числе. Мы конвейер. А что в конвейере? Один колесо прикручивает, другой крышу клеит, третий салон, четвертый руль. По-другому никак. Времени нет. Кто успел, тот и сел. Кто первый, тот и прав. Все. И тут мы пришли как раз к этому самому разделению труда в нашей профессии в том числе. Это первое. Второе. Сегодня информацию распространяют все. Телеграм, Фейсбук, ВКонтакте. Море информации. Почему не умирает информационное агентство? Как вы думаете? Почему до сих пор еще живы и востребованы официальные источники информации? Вроде бы что. Все же все знают. Тут не успела машина столкнуться. Уже есть 3000 видео в интернете, да? Что столкнулось там. Или там колодец там, пар поднимается из него. Ага, тут у нас прорвало трубу. Ну давайте простой пример перейдем. У нас прорвало трубу. Все уже пишут там, ага, вода течет, горячая там, улица вся там, лайки, комментарии, все. Волнами расходятся. Эффект волнообразной распространения информации. Раз и пошла волна. Если она поддерживается, она там достигает определенной высоты, потом спадает, как положено. Так, вот на этом примере, все все сообщили, так в чем же проблема? Зачем же тогда еще нужны официальные источники информации? Ну? Вот обычный человек, если он заснял это, допустим, происшествие на своей улице, он не может осветить это событие со всех сторон. Почему это произошло? Он может об этом сказать? Не может. Нужно, то есть, осветить событие со всех сторон, чтобы все уже наконец поняли, как так произошло. Как музыка звучит в моем сердце, это сообщение. Я вам серьезно говорю. Как музыка звучит, это правильно. Да, не стесняйтесь. Надо поаплодировать таким вещам. Да, какие-то мертвые все. Надо поаплодировать. Это правда. Да, что вижу, то пою. Мы все можем сделать это. Что вижу, то пою, да? Вот что-то там происходит. Все выложили, посмотрели. Но кто-то должен ответить. Почему? Зачем? Для чего? И к чему это проведет? А это уже профессиональная деятельность. По сбору фактов, оценке, анализу этих фактов. Это профессиональная деятельность. Это не каждому дано. Да, есть, конечно, уникальные личности, которые способны. Но вы найдите, что средний потребитель разбирается в коммунальных сетях? Ну нет, конечно. Он разбирается в приготовлении продуктов? Да нет, конечно. Он разбирается в системе власти? Да вообще нету. Он понимает, как что устроено, как работают механизмы, машины, заводы, фабрики, как все это работает. Да нет же, у нас, ну, что говорить, основная часть населения, она же не больно, что так сильно образованный во всех вопросах. Все графоманы и журналист во многих вопросах, графоман, я никогда не стесняюсь говорить. Да, я не понимаю там, как производится стиральный порошок. Да, наверное, это важно знать каждому. Но у меня есть профессиональные качества. Я могу найти людей, которые это знают профессионально, могу задать нормальный вопрос, получить нормальный ответ и довести до своего телезрителя, читателя, интернет-пользователя оценку этого события с профессиональной точки зрения. Я модератор, я собираю профессиональные мнения. Я их анализирую и на этой базе вывожу что? Новое знание. Я сталкиваю несколько фактов, которые приводят меня к новому знанию. Я формирую информационную повестку. Вот моя суть, как профессионального работника. Найти источники получения информации, получить эту информацию, обработать, проанализировать и довести до потребителя. Сумасшедшее, профессиональнейшее, очень трудное, опасное. Работа. Одни девушки сидят здесь, мальчиков мало. Ну да, они у нас будут основными бойцами информационных фронтов. Удивительно. Ну что делать? Что-то происходит с профессией, она становится женской. Это для меня удивительно. На телекомпании то же самое. 80% женщины работают сейчас у нас. Что-то произошло. Это тоже, кстати, предмет для анализа. Почему же? Против, может, совсем мало. Мужская часть населения не идет на телевидение. Потому что, наверное, там платят мало. Не знаю пока. Надо задуматься над этим вопросом. Итак, у нас даже операторы сейчас, девушки. Молодцы. Операторы становятся все больше и больше девушек. Поэтому, как бы, мы говорим, телевидение умирает. Это миф. Мы говорим, профессия умирает. Это второй миф. Мы говорим о том, что телевидение вступает в новый этап своего развития. Оно становится глобальным. Оно становится универсальным. Оно становится всеохватным. И практически повсюду доступным. Технологии развиваются с такой скоростью. Сейчас за 3G придет. Там следующая технология 4G и так далее, и так далее. Плюс оно развивается с точки зрения технического совершенства. Сегодня мы смотрим картинку HD. У меня канал перешел на HD. Я счастлив. Я счастлив? Ага. Потому что и сейчас у нас проблемы. 20 тысяч часов архива, татарские песни, танцы, пляски. Все записаны в SD. Только включается все. Ты сразу видишь это мыло. Уже никуда не денешься. Все. Весь архив. 20 тысяч часов можно выкинуть. Его можно использовать только в программах, которые там это было-было, и так далее, и так далее. Что-то такое в этом роде. Или завести отдельный телеканал. Так мы и будем делать, когда уже исчезнем с пространства. То есть все. Это видео никому не нужно. Ни один человек уже не хочет. Дальше идет уже Full HD. Следом идет 4К. 6К. 6 миллионов точек. В одной маленькой точке. 6 миллионов точек 6К. Можете себе представить, что это за изображение будет? Это вообще кошмар. Это круче, чем цветная фотография в десятки раз. Картины можно Левитана повесить. Одну картинку из 6К, и все. Смотришь лучше, чем сам Левитан. Это однозначно. Я вам серьезно говорю. Я видел уже эти телевизоры на выставке в Амстердаме. Просто невозможно. Огромный. Самое главное, размер уже не имеет значения. Вот такая огромная панель 6х6. 6х4. Изображение чуда. Никакого мыла. Ничего. Ярчайшее. Четкое изображение. 6К. Все уже на подходе. И пределов, по-моему, нет. Будет 6 миллионов точек. Потом будет 8. Потом 10. Я не знаю, где предел. Нано, микро. Еще дальше куда-то. То есть, эти технологии, но все эти технологии современного телевидения, качество изображения требуют чего? Самого же изображения нужно же. Нас же красиво, как вы сказали. Красиво же надо сделать. Надо, чтобы это было красиво. Посему это тоже очень важно. Абсолютнейший технологический взрыв, который сегодня идет, требует от журналистов еще больше качественной работы. То есть, нельзя даже по-старому снимать уже нельзя. Нельзя на старых декорациях снимать. В чем проблема-то? Вот у нас сейчас какая проблема? Ну, врубили мы этот HD. И что? Раньше, когда там была трещинка или прыщик, это было ничего. Все смазалось. Сегодня этот прыщ уже вот такой. Видно там все. Эта трещинка уже все потерта, декорации. Все. То есть, представляете, какие деньги нужны сегодня, чтобы соответствовать этому формату. Какая кухня, где все будет видно? Какое там неприспособленное помещение? Это требует особенных условий съемки HD. А уж 4К тем более. Со светом вообще кошмар. Там нужен потрясающий свет, ярчайший свет, чтобы передать. Иначе все опять сваливается в эту серую картинку. Никакое хом-видео не может работать на этом формате, потому что это некрасиво, это никому не интересно. Это будет смотреться как мусор на экране. Вы вступаете в эпоху, когда внешний вид человека играет такую огромную роль. Когда, как я всегда говорю, уже можно сосчитать волоски на ноге футболиста, когда футбольный матч идет. Такое разрешение экрана, когда показывают крупный план. Вот перед какими вызовами мы столкнулись. Мы должны сейчас выкинуть версии архив или формировать его заново. Для того, чтобы мне купить HD-PTS, HD, не 4К, господи, HD-PTS, 500 миллионов рублей. Покажите мне блогера, который купит себе ПТС за 500 миллионов рублей, чтобы достойно показать матч. Современный футбольный матч, и все, что касается спорта, это же популярно, да? Современный футбольный матч, 25 камер. 25 камер. Половина камер со слоу-моушеном. И другими устройствами, которые позволяют замедлять изображение. Рисовать потрясающие картинки на экране. Вы видели эти картинки? Он тут стоит здесь, тут мяч полетел сюда. В реальном времени футболисты передвигаются, показывая комбинацию. И это только малая толика еще. Дальше идет 3D-студия. Я стою здесь. Передо мной бегают, я извиняюсь, нарисованные футболисты в реальном времени, в 3D. И я говорю, вот этот стоял здесь, этот стоял здесь. Я уже видел это. Вот он переместился сюда. Я их руками двигаю, футболистов. И мячик тут еще у меня под ногами прыгает. Ну вот. Это телевидение будущего. 3D-инсталляция в реальном времени. Это же надо все придумывать. Это надо все придумать в голове сначала, прежде чем реализовать на экране. Потрясающие возможности для анализа. Идет ведущий, у него из-под ног растут. Вот такие вот кубы. Машины вылетают. Это все видно, на выставке показывали, вам как-нибудь ролик покажу. Машины вылетают из-под ног. Самолет взлетает над ним, показывая, как растет стоимость билетов. За ним полоса тянется и цифры выходят. В 3D все. Все объемное. Не просто такая картинка. Все объемное. То есть вот какие возможности представляются телевидением сегодня. А вы говорите, смерть телевидения. У него потрясающий расцвет, я бы сказал, визуальных эффектов. Число которых в геометрической прогрессии увеличивается ежедневно просто. Я был в Астане. Автоматическая студия. Ни одного человека. Новостная. Поставили они уже. Первый после BBC. Полный автомат. Видео у меня здесь есть. Ни одного человека. Все камеры запрограммированы, свет запрограммирован. Ведущий пока живой. Это все единственное живое, что осталось. Ведущий пока живой. Но еще года два, и там будет сидеть виртуальная тетенька. Не хуже настоящей, а может быть даже и лучше. Пока живая. Или мужчина. Но вся студия работает как единая компьютерная программа. Сзади возникающие эффекты, все запрограммированы. Все работает в автономном режиме. Он садится и все начинает происходить. Двигаются камеры. Отъезд наезд. Панорамы, по рельсам. Все это ходит. Умопомрачительное ощущение у меня. Просто я смотрел и думал, да. Ну казаки молодцы, конечно. Они развиваются семи милыми шагами в телевидении. То есть вот вам еще одно. Технологические изменения самых съемок процессов. Использование огромного количества спецэффектов. Компьютерные 3D графики. Делает изобразительное телевидение. Космическими. Твори, что хочешь. У тебя под ногами будет вырастать лес. У тебя будут твориться. Ты будешь участником не просто телевизионной программы, а какого-то сюрреалистического действия, которым ты, журналист, будешь становиться полноценным участником. Ты будешь ходить, передвигать, двигать предметы и так далее. Все что угодно. Еще один немаловажный момент. Один из последних. Видео по запросу. Вот когда наступит это время, каждый из вас или уже сейчас может будет формировать собственную телепрограмму. Да, мы все производители контента будем выкидывать на этот рынок все, что мы можем сотворить. Вы как индивидуал, я как телекомпания. Представляете, мы будем конкурировать с вами. Вы там свою продукцию, вы освоили прекрасный компьютер, вы освоили прекрасную технику съемки. Вы выкинули свой проект. Я выкинул свой проект. 600 человек у меня работает. И мы выкинули телевизионный продукт. И вот будем смотреть. А кого же будут смотреть больше? У кого же будет больше просмотров? Кто захочет нашу программу, вашу лично или мою 600 человек, забить себе и сказать, я буду ее смотреть. Это раз. Второе. Возможность управления своим просмотром. Вы можете вытащить программы из архива, вы можете свежую программу и сформировать себе соответствующий плейлист. Третье. Вы можете в любой момент остановиться, нажать на паузу и потом продолжить просмотр программы дальше. Великая же функция, да? Шоу идет, а вам надоело, да? Там шоу «Голос», например. Вам надоело, поставили на паузу, пошли покушали, вернулись, пошли смотреть дальше. Никаких проблем. Или вы вообще не хотите смотреть шоу программы, тогда вы себе программируете только новости и круглые сутки смотрите новости со всего мира. То есть возможностей получения нужного, качественного, профессионального, телевизионного контента только возрастают. С отмиранием обычного, нашего с вами любимого ящика, который мы так привыкли смотреть с отмиранием линейного телевидения. Нелинейное телевидение — это сегодняшняя данность, это сегодняшнее развитие телевидения, которое мы с вами имеем счастье наблюдать. Я надеюсь, я еще успею чуть-чуть поработать, а вам-то предстоит в нем работать. И это телевидение означает великую, я люблю это слово, извините, повторюсь, это телевидение означает великую битву контентов. Вот к этой битве контентов, уважаемые мои коллеги, уважаемые телевизионщики, вы здесь готовитесь. И у вас будет, заканчиваю, и у вас будет бонус перед теми, кто сидит сегодня и тоже учится. Они все сидят и учатся у компьютеров, они пытаются создавать телепродукты, у них идет постоянный процесс обучения. У вас это есть возможность, вам тут помогут. Есть люди, которые сами до всего доходят, есть такие гениальные люди. Вот к этой битве контентов вы должны пойти подготовленными, сильными и профессиональными. БТ. Рахмат Илья. Так, значит, вопросы. Если у кого-то есть вопросы, а я думаю, они точно есть, вы давайте знать. Вот я вижу уже, первая рука поднялась, где микрофон второй у нас? Давайте. Вторая рука. Только в микрофон, если можно. Вот пока бежит микрофон. Я тут в соцсетях фотографию запостил. Ну, что, класс там идет, все дела. И уже там тот же вопрос. На вас вопросы быстро бегут. Я знаю. Вопрос, значит, такой. Пусть расскажет, где берут хоккейных, спортивных комментаторов. Нельзя ли их поменять? Ну, вот давайте пользуемся случаем. Вечный вопрос. Да. И дальше вот кто? У кого сейчас микрофон? У кого? Вы следующий, да? Сейчас решим пока. Поехали. Да, здравствуйте еще раз. У меня так… Джамина. Джамина, очень приятно. Первый курс. У меня такой вопрос. Получается, если я хочу в будущем создать какой-нибудь свой контент, то есть я в первую очередь должна набирать хорошую команду, чтобы дальше продвигаться. Еще раз повторяю. Трудно будет конкурировать. Можете попробовать и сами, но трудно будет конкурировать. Там работают команды. К чему приводят все эти вот видеоупражнения, которые сейчас в эфире? Известный товарищ с плюс 100-500. Что сейчас делает? На ТНТ программу ведет. Представляете? Для него это рост. А как этот? Гнойный что сейчас делает? На СТС. На СТС программу ведет. Это о чем говорит? Что для него это важно. Понимаешь? Да, понятно. Вот он 25 минут посмотрел. Но он же пришел на канал СТС. Понятно, что там хорошо платят. Но плюс к этому он понимает, что для него это совершенно новая аудитория. Правильно? Что это способствует его творческому и так далее росту. Вот же ко всему приходит. Они все равно приходят к чему? К традиционному телевидению. Никуда они не делись. Мог бы сказать отказаться. Да что мне ваш СТС? У меня там 25 миллионов просмотров. Нет же пришел. Ну а, согласны? Пришел уже. Хотя для него это я считаю. Ну если ты крупный, такой крутой батл, а тут пришел на традиционный канал, ну как-то мне это кажется. Ну как-то, ну как-то, не знаю, что-то меня как-то коробит от этого, не знаю. И 100-500 вижу на канале, ты меня тоже что-то коробит. Ну типа, ребят, ну что вы, а? Ну вы же такие крутые. Они себя позиционируют, там мы, там властители, дух. Ну я вас умоляю. А хочется ведь, понимаешь? Хочется на традиционном канале. Ну показать это означает определенный статус, естественно. До сих пор это статусно. Да, понятно, в интернете вы можете создать свой канал. Но на традиционном канале, если вы будете работать на СНН, это статусно, понимаете? Или там на другом нашем отечественном канале. Все равно есть такое понятие. Пока. Дальше все будет меняться. Екатерина, второй курс. Да-да-да. Пожалуйста. Вот вы очень много говорили о телевидении будущего, что там будет все автоматизировано, тетеньки будут голографические сидеть в кадре. Ну что так, не перевирайте, я сказал, что вполне возможно. Вполне возможно. Но они будут лучше настоящих. Только с этой точки зрения. Вот поэтому вопрос. Смотрите, если так все будет, не послужит ли это сокращению именно рабочих мест для телевизионщиков и возрастанию для людей, которые работают в сфере IT? Что ж такое, я же выключил тебя. Парад президента что-то меня ищет. И это плохо. Для людей, которые работают в сфере IT. Вот скажу только свою точку зрения. Она выстраданная. Я ее выплакал, можно сказать. Технологические изменения в компании ведут к увеличению штатов. И я с этим ничего поделать не могу. Да, сокращается количество монтажеров, как в профессии. Профессии некоторые сокращаются, но количество штатов растет, потому что эту технику нужно обслуживать. Раз. Если вы заводите виртуальную студию, нужно 10 профессий. Кто рисует, кто придумывает, кто воплощает. Вот вам, пожалуйста. Очень-очень тяжелая механика и очень непросто все там. То есть, да, журналист меняет свою квалификацию. Если раньше он, извините, все, что он мог делать, это на печатной машинке постучать, как я с чего начинал. На печатной машинке, да? А даже иногда я в рукописную, то сейчас он почти IT-специалист в своих областях, потому что он работает с серьезными компьютерными системами монтажа. Это IT-специалист. Он режет, вставляет, добавляет графику сам, простейшую, готовые модули, которыми он готовит компьютерный центр. У нас все это находится в зачатанном состоянии, но это неизбежно. Это все двигается огромным. Вы смотрите программы НТВ, надеюсь, вы видите эти виртуальные студии. Вы смотрите Матч ТВ, вы видите эти виртуальные студии. Это же пришли уже, это все у нас. Это сегодняшняя данность. Но! В чем характеристика этих виртуальных студий? Они неотличимы от реальных практически и дают нам безграничные возможности. Полиэкранность, слои, все, что хотите. То есть мы это все видели, мы все этого хотим, естественно. Но есть же такое понятие, как мы все все хотим, но возможности пока не позволяет. Потому что одна виртуальная, хорошая студия, которая работает без меток, повторяю, но это трудно объяснить, потому что без этих привязок к определенным точкам, а их меток не видно, то она стоит безумных денег. Но это будущее. Здравствуйте. Здравствуйте. Зовут? Булат. Булат. Первый курс. У меня такой вопрос. Какие новые и уникальные профессии, по вашему мнению, могут появиться с последующим развитием телевидения? Ну, они не уникальные. Ну, значит, что-то похожее. Все, что касается сегодня, все, что касается распространения сигнала, это очень много, это все, конечно, интернет-технологии, это веб-технологии. Все, что касается компьютерной графики, это тоже. Я еще повторяю, сам журналист уже неизбежно становится IT-специалистом, но без IT никак теперь на телевидении. Все. Мы уже приплыли все. Мы все приплыли туда, в интернет и в другие платформы распространения. Все там. И мы будем, никуда мы не денемся, просто мы, допустим, как государственный канал, мы такие более мастодонты, нас трудно развернуть. Ту или другую страну. Это тяжелый корабль, его пока 10 раз не прокрутишь колесо, оно тяжело передвигается. Но, тем не менее, мы все понимаем, что форматы наши должны быть, как только вот аналоговещание, вот это вот линейное вещание закончат свою историю, мы сразу же должны будем свои форматы, подстраивать под форматы тех платформ, где мы вещаем. То есть у нас должно получиться одно телевидение для андроида, второе телевидение для планшета, третье телевидение для смарт-телевизора. Это все разные телеканалы с разными форматами подачи материала. Здесь не больше одной минуты, да? Все остальное мы не смотрим. Никто из вас не смотрит на телефоне. Я не думаю, что кто-то из вас смотрит здесь фильм полтора часа, да? Полтора часа? Полтора часа фильм смотрите? Ну вот на таком устройстве. Мне вас жаль. Нет, ну пока вы молодые, вы это смотрите, посмотрите. В моем возрасте, уж извиняйтесь, извиняйте, хочется есть на кресле, включить нормальный HD-экран, большой, включить Dolby Saran, пусть я в дом, понимаете, там 4 колонки хотя бы, и посмотреть это вот с визуальными и аудиоэффектами. Правильно же? Качество же хочется уже. Подождите, захочется. Вот на этом можно посмотреть. Ну а что тут аватар-то смотреть на этом? Ну что тут увидишь-то? Ну, фабулу поймешь, но красоты же не увидишь. Правильно же? Того удовольствия не поможет. 3D уже хочется смотреть уже. 3D скоро уже. Вы знаете, что уже Samsung 3D-телевизор выпускает, ай да пошел. И скоро все программы передут 3D, многие по крайней мере, особенно развлекательные. Почему нет-то? Не хочется на этом смотреть. Да, ролик, минутный ролик, мы все минутные ролики смотрим. Каждый день мне присылают до 28 роликов. У нас теперь такое сообщество, все друг другу шлют. Ну, огромное количество времени. У меня тоже, да? Вот все ролики шлют. Ну, и такие, и такие, и всякие, короче. Сами знаете, какие. Всякий мусор. Раньше смотрел внимательно, теперь все уж, ну, теперь я уже ставлю эти блоки, чтобы мне кое-кто не присылал, потому что, ну, 28, ну, 28, 30, 40, вот эти фигни приходят, они все забивают тебе, и к телеграм-каналам и то же самое происходит. Ну, сначала я подписывался на все. Вот в этом, я серьезно говорю. Сначала подписывал на все, и шалтай-балтай, и там все, там неудачи, там, подписывал теперь все. Их становится так много, что они, ну, начинаешь выбирать уже. Начинаются отписываться уже, все, ну, понятно. Одни занимаются повторами, другие занимаются ничего интересного. То есть, практика дает возможность, и еще раз повторяю, структурировать свое информационное поведение, в том числе и телесмотрение. Здравствуйте, меня зовут Булат. Я бы хотел, во-первых, дополнить по вопросу о вымирании телевидения. Так. Вы начали говорить о технической части телевидения. То есть, да, действительно, телевидение сейчас уходит далеко вперед, но аудитория не идет за техникой, она уже идет за содержанием и качеством. А вот как раз таки телевидение на российских каналах уступает по содержательности. Есть буквально 2-3 канала, которые, ну, и вот, кстати, вопрос в моей связанности по поводу содержания. Почему каналы, крупные каналы не отвечают запросам молодежи? Почему на федеральных каналах показывают программы, которые интересны аудиторию 40 плюс 50 плюс? Есть буквально 2-3 канала, которые действительно интересны молодежи. Как вы думаете, почему так происходит? Ну, как вы сами думаете? Отвечать вопросом на вопрос это плохо, я согласен. Ну, у вас есть предположения какие-то? Сейчас я вам объясню, что-то... Первое... Первое... Ну, давайте не будем отвечать на вопрос. Я выскажу свою точку зрения. Первое. Центральный канал выполняет определенную пропагандистскую функцию. Это первое. Вы это признаете? Второе. Кто у нас является наиболее платежеспособной частью населения? Кто? Какой возраст? Пенсионеры и... Это вы хотите сказать? Нет, 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 нет. Подожди, подожди. Но молодежь это точно не самая главная платежеспособная часть. Согласитесь? Физически не самая главная. Ну, не бывает у молодых людей в основной своей массе достаточных средств для того, чтобы... Ну, скорее всего, она работоспособная. То есть, имеет заработок. Подождите. Вот еще раз. Самая платежеспособная часть населения. Давайте определимся. 35 плюс. Раз. Второе кто? Если гендерный принцип припинить, кто у нас больше всего платит? Женщины. Что вы думаете? 90% всех покупок женщины совершают. Мужчина, кто говорит, купи мне трусы, купи мне носки. Говорит, хорошо, хорошо. Даже трусы и носки она ему покупает. Я же знаю. То есть, ему некогда. Он работает. Нет, ну что тут такого? На самом деле так. Есть пища, еда, детская одежда, косметика, лекарства. 90% женщины. Да, мужчины иногда покупают автомобили, может быть там, и спортивные товары. Да. Ну, я, конечно, упрощаю, но я специально упрощаю. Поэтому 35 плюс, женщина. Все центральные каналы ориентированы 35 плюс, женщина. Первый канал, ядро аудитории, женщина. Бесконечное так-шоу, здоровье, семейные проблемы, дрязги, сын-не-сын, генетические анализы. Назовите мне хоть одну мужскую программную РТ. Ой, на первом канале. Хоть одну мужскую программу, назовите. Ну да, что-то такое, да. Ну где-то и то там. Ну там все, шоу-бизнес, там понимаешь. Ну там что-то, то есть 90%. Да, ну и тогда 90% всех программ женские, 35 плюс. Купи, купи то, купи это. Это важно? Я объяснил хоть что-то? Важно, но я не совсем согласен, что... Другой вопрос, я просто хотел, чтобы вы поняли. Это второе. Третье. Они ориентированы на массовую аудиторию. Это все. Да, это умирающий формат, я с вами согласен. Я забыл сказать о последней тенденции телевидения. Мельчайшая структуризация по интересам. Уже есть 300 каналов, можете найти все, что угодно. Про литературу, про рыбалку, про охоту, про поделки, про что угодно. Про рок, про диско, про старый... Идет структуризация каналов, да. А это, как и я, я последний мастодон тоже. У меня и детский, и спортивный. Говорят, где у тебя ведущие? Так у меня и детский, и спортивный, и татарский, и русский. Литература драматический, информационный. Все в одном канале. Да бред. Все уже структурируется давно уже. В одном канале невозможно соединить. Коня и трепетную лань уже. Все, уже надо, конечно, структуризация. Нужен отдельный спортивный, отдельный детский, отдельный музыкальный, отдельный информационный и так далее. Все, мир изменился. Люди уже не будут смотреть общий канал. Со временем я имею в виду. Но тем не менее, хочу вам отметить, что у таких программ, как Голос, у таких программ, как вот этот вот, где генетические анализы проводят, как я, ну забыл я название, терпеть не могу. Ну да, там вот эти все, вот эти, они все на всех телеканалах склонированы эти программы. Они же сейчас у нас два клона, первый ЮРТ, ой, ЮРТ, ой, ЮРТ, они же просто, ой, первый канал ЮРТ, они же клоны. Почему? Потому что там закопана вся основная часть аудитории. И эти программы дают до 20% доли по стране. А что мы можем с этим сделать? Ты говоришь, я не смотрю, а 20% смотрят, я не смотрю, я не могу это смотреть. Это невозможно, мне это неинтересно. Но домохозяйки, огромное количество женщины и так далее, и так далее, которые являются основными потребителями этого телевизионного контента по всей стране, 20% имеют долю этих программ в некоторых местах достигать. 15-20% это о чем-то говорит, это статистика, это социология, с ней не поспоришь. Поэтому все каналы, заметили, все каналы, ну возьмите любой канал, они все же понимают, ага, у этого, они все смотрят, ага, у него доля пошла. Что мы будем делать? Мы будем делать такую же программу, ток-шоу по поводу того там, ну всякие эти семейные дрязги и так далее. Да, мы будем делать такую же программу, где люди соревнуются, поют. Сколько их уже заклонировано? Первый канал имеет, второй канал имеет, стс запустил недавно, тнт имеет, все каналы делают теперь. Потому что они знают, что только так можно собрать аудиторию. Если ты собрал аудиторию, ты получил деньги на рекламу, круг замкнулся. И вот они сами себя теперь клонируют и показывают практически одно и то же. А мы с вами где находимся? Мы находимся в 3000 каналов, которые мы можем выбрать по своему усмотрению. Уже совсем скоро. Мы вообще удачно перешли к областному телевидению, ну региональному. Потому что у меня вопрос такой. Если мы говорим о том, что когда мы переходим из ютуба на телевидение, мы переходим на телевидение для того, чтобы увидеть качественную продукцию, то есть подготовленную профессионалами. Да. Вот. Но почему, когда мы, будучи студентами, приходим на телевидение как практиканты, мы сидим рядом с бывшими юристами, менеджерами и так далее. То есть человек приходит на телевидение для того, чтобы увидеть продукт, подготовленный профессионалами. Да. Но профессионалов как таковых нет на телевидении. Что будем делать? Почему это нет профессионалов? А почему юрист не может быть профессионалом? А почему? Или вы считаете профессионал только тот, кто кончил факультет журналистики? Но это неправда. Это не всегда определяющая версия. Я говорю о том, что сейчас очень проблематично журналистам прийти в профессию журналиста. Именно из-за каких-то проблем, в смысле маленьких зарплат и так далее. Я с вами не соглашусь. Средняя зарплата растет. Это правда. Маленькая зарплата. Это есть такое, было такое. Сейчас средняя зарплата растет. Это однозначно. Значит, по крайней мере на тех каналах, которые я знаю, допустим, на региональных каналах. Конечно, это не Московский, а в Москве вообще там космические. Мы туда и не лезем. Но я понимаю. Но я понимаю. Но средняя зарплата даже у нас растет. Это откровенно я говорю. То есть средняя зарплата журналиста, работающего в новостях, это около 40 тысяч уже. То есть это уже какие-то деньги. Понимаешь, не 100 тысяч, конечно. Понятно, хочется 100. Но около 40 тысяч – это уже деньги, если ты нормально работаешь. Это первое. Второе. Почему профессия становится женской? Потому что многие мужчины не находят, наверное, адекватное. А у нас все-таки существует это, что а женщина может и на эту сумму работать. Хотя это неправильно совершенно. Я с этим категорически не согласен. Поэтому у нас неизбежно рост зарплат идет. Мы же понимаем, нам нужно на рынке, надо людей брать. Вопрос в том, что иногда брать некого – это другой вопрос. У нас запросы не соответствуют, так сказать, предложения не соответствуют нашим запросам. Катастрофически. Нужны мне, например, я про себя говорю, мне нужны двуязычные русско-татарские журналисты. Владеющие русскими и татарскими одновременно. Мы знаете это. Нету. Нету. Потому что я вынужден держать две отдельные редакции. Отдельно на татарском, отдельно на русском. То ли дело бы двуязычной редакции, которая работала конвергентно. То есть объединяла все, все редакции, и все было бы нормально. Нет же. Нет такого предложения на рынке. Я говорю о том, что, например, на Первом канале требованием к кандидату является высшее образование журналиста. Или окружурналистское образование. Там очень много историков, еще больше среди шоуменов, знаете, что закончил ЦК. Мы не по шоуменам говорим, мы говорим о корреспондентах. Корреспонденты тоже разные работают. У них есть возможность, в чем прелесть Первого канала и Второго и Московских каналов, они занимаются одним и тем же все. Они фильтруют всю страну. Нет, просто вам не кажется, что если у нас будут на телевидении работать журналисты, то изменится немножко контент? Двумя руками за. Тремя руками за. Так надо что-то делать, чтобы они шли туда. Почему вы не занимаетесь разработкой каких-то... А чем я по поводу, здесь занимаюсь, по-вашему? Я чем сейчас занимаюсь здесь? Она не поняла, чем я здесь занимаюсь. Я пытаюсь рекрутировать себе кадры. Пытаюсь. Думаете, я тут просто так прихожу, что мне так интересно и весело, что ли? Мне не нравится, что вы пытаетесь это сделать здесь. Ну, надо пытаться сделать что-то и там. Нет, еще и там, и здесь мы пытаемся сделать. Мы готовим кадры, мы ищем их по школам, мы ищем их по этому. Мы занимаемся сейчас и целевым приемом будем заниматься. Вы не думаете? А как вы думали-то? Еще как. Мы их ищем их по всех региональным телекомпаниям ищем. Приглашаем в Казань. Даем возможность снимать квартиру. Вы что? А как по-другому? Их просто сейчас очень проблемы у нас огромные. Я серьезно говорю, у нас самая главная проблема это татароязычные кадры. У нас был всплеск в 90-е, когда это все было востребовано, когда было много учебных заведений. А сейчас у нас проблема у нас. Мало татароязычных кадров. Просто как ценнейший товар. Нет предложений на рынке труда. Поэтому надо их самим придется готовить уже в конце концов. Действительно. К этому уже пришли мы уже. У нас есть? Есть у нас? Ну я имею в виду с нами. И как я как преподаватель в данном случае. Да, я извиняюсь. Как преподаватель в данном случае. Я извиняюсь. Можно, да? Да, да, да. Таракурсники пошли, да. Да, Лиля, второй курс. Интересно ваше мнение. Как вы считаете, готов ли потребитель к переходу телевидения на новую платформу? И как вы считаете, вот этот переход не потеряет ли телевидение категорию зрителей определенных? Например, старшее поколение. Спасибо. Вы знаете, смена поколений происходит. Как бы мы этого не хотели. Еще пять лет назад в деревнях были ламповые телевизоры. Я сам видел. И вот эта мачта, на которой там вешали вот эту вот раскладушку, чтобы смотреть телевизор. Это было всего лишь пять-десять лет назад. Все. Теперь деревни, поверьте мне, на каждом доме практически спутниковая тарелка. У нас в Татарстане, я вам приведу цифру, мы просто изучаем, потому что у нас телевизионные вещи, то есть спутниковые вещи, 300 тысяч домохозяйств со спутниковой тарелка, 300 тысяч. Это практически все телевизорское население, что называется. 300 тысяч домохозяйств имеет, а только триколор, только триколор 300 тысяч. То есть, естественно, этот процесс будет, ну то, что он будет эволюционировать скачками. То есть, поколение уходит, другое поколение заходит, типа нашего уже, нашего поколения. Она уже работает с гадышем, понимаешь, она уже понимает, что это такое. Она понимает, что такое смарт-ТВ, она понимает, что такое видео по запросу. То есть, она уже, она понимает, как можно получить, где контент, где можно скачать хороший фильм. То есть, посмотреть уже, не скачать. Скачать уже не надо, это все старое, все. Посмотреть замечательный фильм в прекрасном качестве. Какую-то программу для себя, уроки какие-то для себя, даже через видео сейчас очень интересно, на ютубе, если вы смотрели. Прекрасные уроки есть, вы не смотрите? Потрясающие уроки, например, по работе в интернете, потрясающие уроки по монтажу, потрясающие уроки по компьютерному программированию. Прекрасные уроки, пожалуйста, смотри, развивайся. Чего только нету. Вы очень хорошо объяснили, почему, собственно, нет программ для молодежи, да? То есть, это не платежеспособная аудитория. К сожалению. И таким образом мы их толкаем в ютуб, получается. Но почему-то мы не думаем, что в перспективе, в будущем, это аудитория как раз платежеспособная и, в принципе, совсем недалеко вот это вот время, расстояние, когда они станут платежеспособной аудиторией. Почему телекомпания не работает на перспективу? Вот такой вопрос. Ну, они все заняты сиюминутными вопросами выживания, программирования, бюджетов, выполнения планов и так далее, так далее. Все это понятно, но для того, чтобы эту молодежную аудиторию собрать, все крупнейшие телеканалы, включая каналы ТНТ, которые рассчитаны на молодежную аудиторию, если вы знаете, ТНТ же молодежная аудитория, они все давно уже и успешно ушли, в том числе и на эти платформы. Они собирают огромное количество телезрителей на других платформах вещания. Чем мы, к сожалению, не занимаемся, ну, ввиду финансовых там проблем и так далее, не так просто все это. Они уже занимаются структурированием контента, выделяют этот контент и отправляют его на эти платформы. И применяют смарт-технологии, и применяют, так сказать, и IT, и там телевидение и так далее, и так далее. То есть они уже очень серьезно структурируют свой контент, и зря вы говорите, что они не работают. Они работают с молодежью аудиторией уже. Уже есть там огромное количество просмотров у них, я же смотрю эти данные. То есть, да, это количество просмотров растет, но, повторяю, у нас есть традиционная аудитория, которая по-прежнему смотрит ящик, так называемый наш любимый, да, линейное телевидение, и количество этого просмотра, у меня есть последние данные, я вам говорил, увеличивается. Телевидение пока своих позиций не теряет. Полтора процента населения, я извиняюсь, официальные данные, полтора процента всего лишь населения смотрят телеканалы через интернет. Полтора процента всего. Основная часть по-прежнему через тот самый ящик, да? Возьмите. О том, что в 2018 году из бюджета для первого канала и для телеканала России выделили там, для первого, по-моему, 30 с лишним миллиардов рублей, и для телеканала России 20 с лишним миллиардов рублей. Но это разве, ну, не подстегивает телеканалов? Подстегивает. Некоторым информационным агентствам выделили деньги для создания детских и юношеских интернет-каналов, в том числе информационных. Вот вам ответ. Да, эту проблему тяжело раскачивать, но теперь уже понятно, потому что статистика сама на себя говорит. Молодежь перестает смотреть телевизм, я с вами говорил, это перестает. И все это все поняли. И теперь будут искать способы дойти до вас через вот это. Через смарт, через айфоны, через... И так будут доходить, пытаться доходить. И просто никто не позволит отдать это все на откоп только тем, кто, как мы говорили, сидит в ютубе, тем непрофессионалам и так далее, людям, которые сами фрами катают. Это нормальная ситуация. Просто эти мобильнее намного, намного мобильнее. Пока мы развернемся, да, это, ну, потребуется время. Что же теперь делать? Это я откровенно признаю. Тяжело разворачиваться. Тяжело уходить от традиционных схем. Да. Да. Еще раз добрый день. Еще раз. Меня зовут Ирина, я студентка первого курса. У меня к вам такой вопрос. Вот вы поднимали тему, почему в телевидении не идут мужчины. Так. Я сразу вспомнила свой разговор с своим другом, который когда-то тоже хотел идти на телевидение, но потом озадачился таким вопросом, как я буду содержать в будущем свою семью, если на телевидение платят. Ну, не так много, в принципе. Ну, как вы говорили. Почему бы… Сколько должны платить, скажите мне. Почему бы не поднять… Например. Почему бы не поднять зарплату для того, чтобы привлечь мужскую аудиторию? Браво. Только на уточнение. А вы не знаете, куда ваш приятель в результате пошел работать? Вот где оказалась удовлетворимая для него зарплата в его юном возрасте? Ну, он еще не пошел, но… А, то есть он вообще… А, он собирается только, да? Понятно. Даже вот обычной рабочей профессии, там даже строитель, не знаю, там платят больше намного. То есть, ну, понимаете, мужчине нужно содержать свою семью. Это как бы основа. Мы это очень хорошо понимаем. Я серьезно говорю. Если бы мы это не понимали, у нас бы уже никто не работал. Поэтому этот процесс идет постоянно. Для этого нужно, а, больше зарабатывать, что, естественно, замкнутый круг, больше надо зарабатывать. Чтобы больше зарабатывать, что нужно делать? Нет. Во-первых, лучше работать. Это понятно. Во-вторых, это значит привлекать больше аудитории. Потому что вся… Что мы монетизируем? Мы монетизируем аудиторию. Поэтому мы обязаны больше зарабатывать, и тогда мы имеем возможность больше привлекать лучших специалистов. Это рынок труда, да. Ты привлекаешь специалистов таких, насколько у тебя хватает денег. Ты можешь привлечь. Канделаки можно позвать, вести программу, понимаете? Вопросов нет. Цена же есть. То есть, поэтому каждый канал сам для себя всегда, это процесс бесконечный. Как это вот в этом бюджете и профессионалов держать, в тюже не снижать, или там, и не снижать уровня программ. То есть, это всегда выбор для каждого руководителя. Это самая большая проблема руководителя, скажу вам по секрету, это выбор. Всегда делаешь выбор. И в результате получаешь тот контент, который имеешь. Тут надо признать. Но в целом тенденция одинаковая у всех. Рынок труда подталкивает всех нас к тому, чтобы мы бесконечно думали только об одном. Как нанимать более дорогих специалистов? Потому что сегодня инженер, который обеспечивает у меня работу всей системы, я не буду называть зарплату, потому что это же в интернет идет, а это наш предмет личного договора. Инженер, который поддерживает деятельность системы, как телевизионная система, потому что у нас работает очень сложная программа, которая вещает одновременно на несколько каналов. он получает очень хороший день, потому что я знаю, что он на рынке такой. Соответственно, когда ко мне приходит человек наниматься на работу, он говорит, сколько? Я говорю, столько-то. Тут мы либо договариваемся, либо нет. Я понимаю, чтобы нанять такого специалиста, мне нужна вот такая вот зарплата. И я неизбежно начинаю к ней подтягиваться. Это неизбежно. Так как оно работает, значит, люди соглашаются на такую зарплату? Согласились? Здравствуйте. Завершающий? Да. Ага, давай. А как государственные каналы собираются бороться за аудиторию? Ну, допустим, за нас. Так как существуют… Нет, я имею в виду то, что существуют не государственные каналы, которые могут спокойно и открыто говорить о каких-то определенных событиях в стране и спокойно выражать свою точку зрения. То же самое, как блогеры. Не могут. Однозначно не могут. Как так же выражать, но так не могут. Ну, во-первых… Ну, или, допустим, беспристрастно освещать какое-то определенное событие. Вот, допустим, полгода назад или год в Москве там женщина убила своего ребенка на глазах у всех. И вот первый канал даже эту новость не пустил. Да я вас умоляю, они жуют столько ужасных историй. Но он все равно не пустил это. История рознь. Я вам хочу сказать… Это очень простой вопрос. На самом деле, с ростом вот тех технологий, о которых я говорил, можно будет прослеживать просмотр до каждого человека. Скоро появятся системы, которые будут фиксировать, направлен ли взгляд человека на экран. Такие системы уже есть. То есть, не просто, что вы включили телевизор и режете капусту, а смотрите на экран в этот момент или нет. То есть, они будут фиксировать внимание человека, его глаза, которые направлены на экран. Но законно ли это? Это другой вопрос. Это другой вопрос. Это другой вопрос. Но вы знаете, что есть системы, которые реагируют на нервные импульсы уже. Будут такие системы, которые… Нет, они вас снимать не будут, но взгляд будут чувствовать. Вот так вот. Тем не менее, то есть, ну, по крайней мере, там, где будут стоять измерители, вы будете соглашаться на это, что они вас будут фиксировать. Это же все вопрос. И пиплометры сегодня стоят у семьи, которые пишут в соглашение, что они согласны, что их персональные данные будут поступать в обработке центра обработки информации. Ну, то есть, пиплометры работают так. Случайно выборка, поставили устройство, значит, оно фиксирует, когда вы сколько, что смотрите. Это первое. Второе. Все современные вот эти пиплометры, в Казани их стоит 200. А сегодня весь город 200 пиплометров. Это 207 всего. Это мало для того, чтобы мне ориентироваться на эти рейтинги. Я там провожу какие-то свои опросы, плюс это только в Казани, у меня еще республика есть, у меня есть страна, там, где компактное проживание татар там и так далее. То есть, у меня есть 300 договоров с кабельными операторами, 300 по стране. То есть, много, которые хотят, чтобы мы были в их сетке. То есть, вот это все никак пока не учитывается. Осталось совсем немного. Уж просмотры в кабельных сетях, структурировать и обозначить, уже сейчас мы с Таттелеком ведем переговоры, чтобы он нас хотя бы по Таттелекому давал, а сколько вообще нас смотрят, и вообще можно до десяток долей секунды уже выяснить, сколько человек смотрит тот или иной канал. То есть, вся эта информация будет собираться и будет приводить к тому, что каналы будут иметь абсолютно полную картину видеопредпочтения аудитории. Это их заставит, неизбежно заставит за этой аудиторией бороться. Опять же, я говорю, возвращаясь к первому, к началу нашего с вами, уважаемые, дорогие друзья. Как это у нас? Ток-шоу был сегодня, да? Мастер-класс. Нет, у нас ток-шоу, да. Мы возвращаемся к изначальному. Вечер вопросов-ответов. Мы изначально возвращаемся к контенту опять. Кто его будет смотреть? Этот вопрос самый актуальный сегодня. Мы этот вопрос очень хорошо понимаем. Мы в эту битву вступаем. Тяжело нам, нам трудно, потому что один переход на HD чего стоит, когда нет дополнительного финансирования. То есть, поэтому и технически, и творчески, и по качеству сигнала мы обязаны будем этому уровню соответствовать. Другого варианта просто нет. Ну и вот, кстати, дополняю вас, хочу ваш вопрос сказать, что то, что Илья Шатвинов сейчас говорил. Сейчас математические алгоритмы Big Data позволят нам очень скоро, и мы сегодня с нашими математиками, скажем, здесь разрабатываем тоже эти вещи, отслеживать, а что вы сделали после просмотра той программы, которую мы застукали, что вы ее видели лично, что вы после этого купили, что вы после этого продали, с какой девушкой встретились. Вы скажете, это незаконно? Да, если я это буду лично против вас использовать, но я буду обобщенные данные передавать потом телепроизводителю, и он будет понимать, как это можно дальше капитализировать. Очень тонкий становится рынок. Вы не представляете, какой обработке сегодня подвергаются все наши карточные платежи, все, что мы платим с карты. Это чудовищная обработка. Про нас, да, нас каждого идентифицируют, и вы не знали об этом? Подождите, мало ли чего вы там покупаете. Не, ну, подождите, каждый человек. Нет, не страшно, нормально, что смотрят. подождите, просто что вас подвигло к этой покупке, надо понять. Даже не в этом смысле, вот неправильно понимает опять. Никто не знает, чем не занимается, когда платят карточкой. Все занимаются ежедневной жизнью, повседневной деятельностью. Но вы ходите в аптеку, да, у вас там есть какие-то проблемы, вы там в аптеке кое-что покупаете, и уже все понятно, чем вы болеете, какие у вас предпочтения, что там, это же ваши персональные данные, но они известны всем, огромному кругу людей уже. Плюс там вы ходите в другой магазин, там какой-то шифром, ну, мало ли куда вы ходите, какие продукты вы покупаете, это говорит так, так много о вас говорит. То есть, это все собирается, статистически обрабатывается и позволяет моделировать ваше потребительское поведение. В том числе, за счет поисковых систем, да. То есть, вы уже не просто так получаете иконки на свой компьютер, не просто так. Модели, ваше поведение, покупательское поведение обработано, просчитано, и вам посылается соответствующая иконка, чтобы подтолкнуть на бессознательном уровне к вас в совершении той или иной покупки. Вот до чего уже доходит. Так, нет. И с рекламой телевизионной тоже будет. Вопрос уже, вопрос ставится о персонифицированной рекламе. Только для вас. Вот вы собираете программы видео-отдемент по запросу, оттуда уже реклама вшивается, который только вас касается. Ага, покупил то, купил это, купил это. И уже автоматически продавцы тех или иных услуг, товаров, медицинских товаров, что угодно, уже у вас. Уже говорят, здравствуйте, мы знаем, что вы тут немножко горло приболело, вот вам, пожалуйста, таблетки от горла. А вы говорите, откуда они узнали, что? Знаете, мне кажется, вопросов будет бесконечное количество. Это 100%. Мы еще не поговорили про ТНВ, можно долго поговорить. Мы должны, мы вот сегодня должны просто завершить. Но я с этого начинал, да, у нас есть большой плюс. Решат Винуч, начиная со следующего семестра, здесь читает регулярно, да, работает и занимается с нами, с каждым из детей. здесь присутствующих. Так что вы еще сможете и задать вопросы, и поспорить. Поспорим, и самое главное, найти в этих спорах истину, что очень важно. Спасибо огромное. Безур Ахмат. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова